Продолжение следует... Думаю, что всех людей вдохновила сюда именно наука, которую осветила Кристина Вячеславовна и Анна Игоревна. Продолжим. Вторая линия терапии меланомы кожи. От чего она зависит? Те, кто назначают вторую линию, наверное, сейчас может задуматься, как многогранно рассуждение о том, что выбрать. Я не знаю, мне одно из первых, что пришло в голову, нашла эту картинку. Помните, была дудочка и кувшинчик, как надо собирать ягоды, что нужно думать о второй линии, было еще на первой. И вот на первой нужно было подумать о второй, третий, четвертой, и это чудесно. Мы еще некоторое количество лет назад, конечно, позволить себе таких масштабных рассуждений просто не могли. А сейчас, когда мы уже находимся в заложниках, допустим, принятого решения, будем от этого отталкиваться, что он будет влиять? Схема, которая уже применена. Безусловно, была ли она эффективна, эта схема, длительность этого эффекта, сколько он удерживался. Что интересно, причина и обстоятельства начала именно той первой линии. Потому что, конечно, мы понимаем, что назначали первую линию со всеми знаниями и умениями, но были ли при этом обстоятельства изобилия и возможностей, которые тоже привели на значение именно этой первой линии, а не явились ли заложниками те, кто назначали, не знаю, как у вас, скажите. Причина завершения. Один из ключевых моментов, наверное, тоже, который бы повлиял на мое, по крайней мере, решение. Была это токсичность или это прогрессирование, на котором, в общем-то, и состоялась причина собрания и решения о второй линии. Состояние пациента, его эко, коморбидность, степень тяжести осложнений и так далее. Причем не только состояние пациента, я бы сейчас сказала о состоянии опухоли. Да, как будто бы отделить ее, если тоже отдельно, потому что пациент в одном и том же общем состоянии, но при этом с эквивалентом стадии М1А и М1Д. Это все-таки два разных пациента, это два разных подхода к ним. Поэтому будем выбирать, на что будем опираться в выборе второй линии. Конечно, хочется сказать рандомизированные клинические исследования, но нет, не является зоной интересов, почти ничьих, вторая линия. Поэтому может быть мнение отдельных авторов. Ну, в общем-то, консилиум это и есть, мнение отдельных людей, мы на него и опираемся. На самом деле, большинство информации, возможно, которую мы получим, это будет данной реальной клинической практики. Потому что, если мы хотим опереться, ну, например, возьмем что-то фундаментальное, рекомендации Минздрава. Вот сейчас мы на это обопремся. Прочитав внимательно, мы пойдем за логикой рассуждения. Туда же есть схема. Мы попытались ее модифицировать. Вот я тут, когда готовилась к докладу, попытались, ну, хотя бы направо-налево. Да, есть ситуации, когда мы можем для всех что-то назначить. Выделим, наверное, брав мутированных. Это одна история, там чуть попроще. Когда я спросила, я говорю, как вот ты думаешь, молодую коллегу, я говорю, вторую линию будем назначать. Я говорю, что приходит в голову такая. Ну, я вот сейчас представляю, вы назначаете вторую линию. И вот так слова говорят, меняй, меняй, нет, не меняй, нет, не меняй, нет, нет, меняй. И это очень интересное было рассуждение, потому что это две вещи, как минимум, в этом. Потому что менять в том плане, что есть на что, для брав мутированных это вообще чудесно. А вот менять, не менять, ведь искусство еще не поменять. Точно ли уже пора? Да, точно ли мы исчерпали, ну, уже возможности этой линии? Хорошо, давайте разберем, насколько мы можем, находясь на второй линии, да, сделать так, чтобы не провалилось третье. Да, то есть нам же еще надо как-то еще на будущее, первую мы уже не влияем, да. Давайте подумаем, может быть, надо было думать раньше. То, о чем говорила Кристина Вячеславовна. Вроде бы дримсек нам сказал, все, начинайте с двойной иммунотерапии, будет вам добро, да, все хорошо. Ну, во-первых, не у всех есть двойная иммунотерапия, эту часть мы вообще можем опустить. Вот, ну и на самом деле это исследование тоже многой критике подверглось. Тут хочется добавить, что, может быть, все-таки мы начнем с таргетной терапии. Почему-то некоторые говорят, что вот секомбит, который заложил прям несколько рукавов, хорошо, фундаментально, да, прогрессирование на таргетной, даем иммунотерапию. Прогрессирование на иммуно, даем таргетной, даже дал нам беспрецедентную возможность увидеть, что получится, если мы не дождемся прогрессирования, дойдем иммуно. Некоторые, правда, высказываются вот как вот с этим вот, что таргетную терапию, что вы ее все пытаетесь, вот Кристина Вячеславовна уже правильно сказала, да, ну, решено двойная иммунотерапия лучше, что вы запихиваете таргетную терапию в начало. А может быть и правильно, еще одно из исследований, которое действительно было доложено, Эйбин, по дизайну, опять же, ведет мысль, что возможно, здесь на примере энкорофениба и бенеметениба, которые предшествовали той самой, которую мы, понятно, любим, ну, за ее эффект, иммунотерапии двойной. Подождем, посмотрим, да, к чему мы выйдем, ляжет ли какой-то из дизайнов все-таки в нашей рекомендации, не знаю. Хорошо, давайте, может быть, обсудим какой-то более понятный сценарий, например, брав немутированную меланому. Тут приходит на ум, что у нас есть для брав немутированной меланомы. Ну, иммунотерапия, да? Ну, выбор без выбора называется, да? Что мы будем делать с этой иммунотерапией? Ну, вот так вот, да? По кругу ее, вот, за собой вести. Хорошо, если мостик из химиотерапии сделаем, да. Но одно из, между прочим, исследований, которое вот лично для меня, я бы сказала, ну, имело очень большое практическое значение, это анализ Досильвы еще в 2020 году, который заложил несколько каких-то задач, многогранно можно его осуждать и рассуждать о нем. Но что мне понравилось? Если мы посмотрим, там прогрессирование на иммунотерапии, причем как в первой линии, так и в адювантном режиме назначалась иммунотерапия. При прогрессировании назначалась еще раз иммунотерапия. Что у нас осталось? У нас осталось либо поменять иммунотерапию, у нас, в общем-то, только эпилемаб, либо вдруг, может быть, надо два. Он сделал вывод, что надо два. И вот для именно брав дикого типа все-таки он сказал, что это будет особо важно. То есть та логика, когда мы в первой линии придерживаемся брав мутированный пациент, вот ему бы двойную терапию. Здесь наоборот. Для брав немутированного пациента вот здесь бы двойную терапию, и, возможно, одного эпилемаба будет вполне достаточно. Причем по его результатам, в зависимости от того, адювант был иммунотерапия, или первая линия, и сроки, на самом деле, прогрессирования, в общем-то, они не влияли на вывод его рассуждений. Хорошо, давайте теперь перебирать возможности одного, другого использовать по нескольку раз. Что не очень вот здесь начинает быть комфортным в иммунотерапии. Все же, как не смотрят анализы, но повторное применение иммунотерапии все же, ну, не показывает тех же результатов даже близко. Это нас расстраивает за исключением какого одного момента, если она была прекращена в связи с токсичностью. Вот та группа пациентов, где мы, как я говорю, обоснованно можем надеяться на то, что разовьется. И, например, ну вот как в этом анализе показан объективный ответ, да, еще один анализ, который отслеживал, и объективный ответ, и вот медианное время без прогрессирования тоже выигрывало. Поэтому хорошо, нашли, кому мы будем дважды использовать иммунотерапию у тех по токсичности. Кому мы будем использовать дважды таргетную. И вы знаете, ну, здесь, конечно, выглядит понадежнее. Это опять к вопросу, зачем мы в первую линию даем таргетную, потому что в третьей таргетная звучит надежнее. И мы ее дважды сможем использовать, не претендуя на истину, да, но вот такое из рассуждений, когда нам говорят, ну, почему вот вокруг вас все время повторно таргетная, тоже нет, по-моему, предела, сколько, кто сколько раз возобновлял таргетную терапию, ну, множество, я не знаю, сколько, 3, 4, 5, кто больше, да. Вот, действительно, действительно, контроль над заболеванием как минимум, а то и объективный ответ видеть, частичного ответа, вы действительно можете обоснованно надеяться. И вот прошлая АСКО тоже говорит, то есть не только по объективному ответу, он все-таки тоже коррелирует с медианами времени без прогрессирования, общей выживаемости. Что еще важно, вот если мы посмотрим медиана, допустим, ВБП 11 месяцев и ОВ22, может быть, тоже есть какая-то подгруппа, где мы чуть более обоснованно можем надеяться на повторение какое-то близкое к эффекту. Да, такая группа есть, и она нам даст медиановую ВБП 21 и медиановую 31 месяц. Это, если в первой линии ответ был полный. Это частенько случается с нашими пациентами на таргетной терапии, да, вспоминая вероятность развития полного ответа, вот оно, да, это еще одна подгруппа, в кого мы будем вкладывать. Что еще может нам помочь выделить подгруппу пациентов, кому таргетная терапия будет помогать? Ну, наверное, это та подгруппа, когда прошло больше шести месяцев, да, тоже, да, и частота контроля над заболеванием, объективный ответ, медианное время без прогрессирования будет на стороне пациента, назовем это так. Хотя, кстати, есть данные, что и меньше шести месяцев тоже, да, мы получим пользу где-то от трех месяцев. Недавно вот дискутировали на эту тему. И, конечно, хочется поддержать и сказать, что эти данные транслируются не только вот в те, которые я рассказывала, да, из реальной клинической практики. В нашей стране есть реальная клиническая практика. И под идейным, научным и личным руководством Кристины Вячеславовны собрались такие, ну, огромное количество центров, да, и проанализировали, ну, здесь на примере эффективности таргетной терапии. 382 пациента изучали таргетную терапию, как это в реальности, в первой, второй, третьей и, наверное, там, последующих линиях. Что интересно, попадалась, кстати, монотаргетная терапия, да, то есть надо тоже, так, вопрос, помните, из чего мы выбираем, в каких условиях мы находимся. Да, данные собирались, ну, как бы масштабно, то есть это не то, что за последний только год-два нужно же было, ну, длительно отслеженные данные. Но мы можем, опять же, рассчитывать на то, что мы используем, видите, раз есть третья линия, то значит, что, и есть отдельная публикация, что раз она третья, скорее всего, да, там она уже повторилась. Поэтому повторное использование таргетной терапии, если вы использовали в первой, во второй иммуна, в третьей, это, наверное, будет действительно полезно для пациента. Здесь медиана ВБП, вот по данным, ну, из реальной практики, они здесь достигли 5 месяцев, время беспрогрессирования медиана, и общая выживаемость 13, но мы неустанно следим за развитием событий, может, еще каким-то, да, дополнительным срезом. Хотела показать один из случаев, когда готовилась, вспомнила один из конгрессов «Белой ночи» в 2018 году, когда говорят, что же у вас там в реальной практике? И первая линия. Вот здесь пациенту назначили первую линию, да, и видите, какой ответ. Как думаете, что ему назначили? Ну, какие-нибудь варианты. Что это? Ну, на самом деле, приходит, да, наук. С другой стороны, может быть, двойная иммунотерапия, которая, в общем-то, нам тоже дает объективный ответ, может, там много времени прошло. А знаете, что было? Химия. Что я забыла упомянуть, да, в докладе? Химиотерапия. Хотите еще интересное наблюдение? Эту химиотерапию пациент получал в 2005-2006 год. Он жив. Не прогрессировал с тех пор. Перепроверяли, смотрели, правда, ну, как есть. Поэтому вместо химиотерапии мы не будем его вычеркивать, отодвигать. Да, это действительно чудесный мостик, например, между двумя иммунотерапиями. Это чудесный вариант третьей линии, если вы исчерпали и что-то вы сомневаетесь, да, в каких-то показателях пациента или еще. Вот, поэтому место ей мы дадим, но не удержалась. Вот тогда Светлана Анатольевна поручала сделать доклад, поискать что-нибудь интересное из клинической практики. Что я еще нашла? Какие еще методы лечения у нас есть? Вот не сразу придет. Вот тут вакцины даже упоминали, Алексей Викторович. Ну, почти вакцина сейчас будет, вы вспомните, потому что это совместные пациенты. Я их так выбрала продемонстрировать. Это пациент, который решил сам воздействовать на опухоль. Никак врачи его рук не касались. Хочется сказать, что он ее душил? Да, он ее душил. Поэтому, ну, это после колдунов, шаманов и что-то еще, да, и церкви там была. Вот, поэтому на самом деле вот она сила иммунитета. Это то, что уже рассказывали и еще расскажут, поэтому как-то оставайтесь с нами, не приключайтесь. Нам очень важно ваше внимание. Но если мы будем опираться еще раз на возможности, в которых мы находимся, не совсем мы можем соответствовать по первой линии тому, что, например, указано в НССН. Очень чудесные данные по релатлимабу. Спасибо. Они прямо нас радуют. Поэтому, когда к нам придет пациент, который уже получил, например, релатлимаб, у нас появится еще один вопрос, что нам делать дальше. Хотя мы искренне надеемся, может быть, ему не понадобится, да, к нам приходить после этого лечения. Но нам есть что изучать. Но не будем забывать, как я говорю, из чего. Да, вот эта шахматная партия, которую мы играем, она из того, что у нас есть, какой пришел пациент, что нам дали возможности назначения. Поэтому, действительно, мы находимся в большой зависимости. Но именно от творчества, профессионализма, неравнодушия каждого из вас зависит то, что вы назначите во второй линии, удержите ли вы третью линию за собой, помните, там тоже надо же, да, думать о ближнем. Поэтому, как это, берегите себя и пациентов. Спасибо за внимание. Большое спасибо, уважаемая Наталья Владимировна. Как всегда, эмоционально, как всегда, впечатляет и запоминается. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Наталья Владимировна, можно один вопрос задам? Вам всегда. Длительный эффект таргетной терапии и длительный интервал свободный без таргетной терапии, безусловно, мы сможем ее назначить. А вот какой для вас самый короткий промежуток, длительность эффекта таргетной терапии, когда вы сможете через одну, через две линии повторно к ней вернуться? Два месяца эффекта, четыре месяца эффекта и прогрессирование. Вот вернете свою таргетную терапию у таких пациентов? С коротким эффектом. Я, да, но я верю в метод, поэтому верю в пациента. Если пациент способен перенести терапию, и действительно мы перепробовали, и химия уже была, вот здесь я могу сказать, что, наверное, может быть, химия будет чуть-чуть раньше, чем таргетная, потому что пусть подрастет клоун, который будет чувствительный, мы же опираемся все-таки и на научные данные, почему таргетная будет работать. Если можем отодвинуть, я чуть отодвину, но, наверное, вернусь. Вернусь, да. Спасибо.